Здорово, дружище! Я тут недавно решил узнать, как работает блокчейн, криптовалюта, биткоины. И я думаю, что самый лучший способ узнать об этом, это от чувака со скином Майнкрафта. Только Майнкрафт может рассказать тебе обо всём хорошо. Поехали посмотрим. Что такое деньги? Ничего. Нет, ну серьёзно. Однажды они были... Деньги это замена просто этих обменивающих бартерных элементов и всё. Просто долговыми выписками, отражающими в себе золото, которое вкладчик хранит банки. Ну да, долговые выписки в данном случае, если быть конкретным. Мы могли выдавать их не только на золото конкретных вкладчиков, но и на любое другое, которое только есть в наличии. Ведь нет абсолютно никакой разницы, на чей слиток ты имеешь право, если вложил абсолютно такой же. Затем они подумали, что система работает настолько хорошо, что можно выдавать выписки буквально на воздух. Ведь сколько конкретно золота находится в банке, не знает никто. Да и к тому же, система перестанет работать только в том случае, если все вкладчики одновременно захотят забрать свои вложения. Имеем замечательную работающую систему. А теперь вообще, насколько я знаю, нельзя деньги обменять на золото, если я правильно знаю. Соотношение воздуха и реального золота 9 к 1. Граждане стабильно берут кредиты, вкладчики получают проценты, банк забирает разницу. Сейчас все несколько изменилось, и роль золота на себя взяли долги. Сегодня за абстрактный доллар ты сможешь получить лишь совершенно такой же доллар. Твои деньги это чей-то долг. Не нужно больше идти в шахту и копать золото, чтобы создать новые купюры. Да и по факту выходит так, что банки дают в долг не деньги, а лишь обещание, что они в них есть. Да, 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 вот это мы недавно на экономике тоже изучали. В принципе, система экономическая у нас очень интересная штука, хотя и очень занудная, замудренная, построенная на каких-то таких социальных конструкторах, что просто охеренно. Вот 9 к 1, так и вовсе барьер, который был ранее установлен правительством. Сейчас его нет. Та самая единица, это резерв, которого может просто не быть. Естественно, такой расклад... То есть золото может не быть вообще в банке, но при этом деньги якобы должны быть какими-то золотом обеспечены. Но золото не обязательно должно быть. Которым людям страшно не нравился. Они захотели независимости от банкиров и несуществующих денег в том числе. Кстати, не просто так. Любая валюта подвержена инфляции. Это обесценивание. Происходит которое за счет вброса дополнительных денег в оборот, а также ее невостребованности. На тему денег поговорим в следующий раз. Это весьма обширная и сложная для понимания тема, раскрыть которую за 5 минут невозможно. Что послужило... Поэтому мы раскроем ее за 15 минут. Поводом создания валюты, не зависящей от банков. Верно. Желание избавиться от инфляции, а также перестать наконец кормить долгового монстра. Мы все живем в долг. Чтобы поддерживать постоянный рост нынешней экономики... Так, подожди, что значит мы все живем в долг? Вот вопрос насчет того, что деньги это долг, я не очень понимаю. Типа я сделал работу какую-то, да? В таком случае я получаю за это деньги. Это деньги, которые... А, ну да, которые работодатель якобы должен мне отдать. Но так как он не может отдать мне реальные товары, он отдает мне долг. Денежки, которые показывают, что он мне должен якобы что-то. А этот долг мы, по идее, можем получить у государства, да? То есть он мне должен, ему должно государство, коли эти деньги он получил. А значит он отдал нам свои долги от государства нам. Я надеюсь, ты понимаешь, что я говорю. Ну да. И после этого мы можем пойти в банк и якобы вернуть этот долг реальной валютой. Но на самом деле, наверное, не можем. Я не пытался на самом деле, но вряд ли банк тебе отдаст золото, если ты отдашь ему 10 рублей. Но, в принципе, да, логично насчет долга, хоть и довольно замудрено. Потому что нужно это продавать, потому что нужно же куда-то деньги тратить, а если деньги тратить некуда, то пиздос. Впервые термин криптовалюта начал использоваться после появления децентрализованной платежной системы биткоин. Это значит, что она независима. Чтобы избавиться от инфляции, нужна валюта с ограниченной эмиссией. Проще говоря, она должна быть ограничена. Суть биткоина в том, что его алгоритм прописан наперед. Примерно каждые 10 минут майнеры добывают новый блок, за что получают вознаграждение. Примерно раз в 4 года награда снижается вдвое. Это инфляция наоборот. В то время как у традиционных валют она только растет, здесь она исключительно снижается и близится к нулю. Это самое простое объяснение. То есть цена снижается? А, награда снижается. То есть ты меньше и меньше можешь зарабатывать денег. А, таким образом количество денег ограничено в результате. Просто слышим, что за криптой будущее. Самым надежным есть биткоин. Ибо многие другие все так же подвергнут... Самый надежный биткоин, учитывая, что он недавно обвалился. ...инфляция из-за других алгоритмов. Всего биткоинов может быть максимум 21 миллион. Примерно 89% уже добыты. На майнинга ставшихся 11 есть 120 лет. Последний блок будет добыт в 2140 году. Как это вообще работает и зачем что-то добывать? Майнеры нужны для безопасности сети. По сути, система работает на жадности. Вместо того, чтобы пытаться ее обмануть, гораздо выгоднее на нее работать и добывать монеты. Что делать майнеру, когда добывать будет нечего? Ничего. Просто продолжать работать на систему и получать свою комиссию за операции. Нетерпеливые уйдут, оставшиеся получат больше. И так будет всегда. И если будет 3-4 майнера, зарабатывающих, скажем, по 1000 долларов в минуту, то всегда будет тот, кто захочет отхватить кусочек от этого пирога. Таким образом достигается баланс. Творцом биткоина принят... То есть получается, чем больше майнеров, тем меньше денег каждый из них получает, да? Это считать некого Сатоши Накамото, личность которого по-прежнему не раскрыта. Неясно даже, человек это или группа людей. О блокчейне слышал? Знаешь, что это? Система электронного реестра, где вся информация по платежу, кто, сколько, кому, когда и так далее записывается в блок. Гениальность здесь в том, что в каждом новом блоке есть частичка предыдущего. А поскольку цепочка соединяется линейно, ее можно отмотать назад и проверить, была ли в действительности какая-то операция. Зломать эту систему... Я не очень понимаю, какой смысл знать, была ли какая-то операция или нет. А, что деньги не сворованы, наверное, или что? Или что деньги не придуманы? Блин, не очень понимаю. Вот кто шарит, может быть, есть такие. А пишите, зачем знать, какая операция вообще совершена? То есть к тебе же деньги не попадут просто так. А значит, по идее, нет смысла знать, откуда именно они тебе попали. Или есть смысл? Не, возможно, это есть смысл для безопасности. Но почему тогда считается, что биткоины безопасны? Ведь, ну, то есть анонимные. Ведь при помощи этого блокчейна ты буквально можешь узнать, где, что и когда купили. Тему невозможно. И вот почему. Представим нескольких друзей, которые ходят в ресторан и скидываются деньгами. Оставшиеся деньги идут на общий счет. В конце месяца необходимо узнать, кому, кто и сколько должен. Если вы потратили больше денег, чем должны были, скидывайтесь. А если получили больше, чем потратили, то забирайте разницу. И вот, чтобы все это было честно, у каждого есть лист, где прописана информация о долгах каждого друга, закрепленной его подписью. Так как участников системы много, то договориться со всеми о какой-то махинации, например, чтобы приписать кому-то что-то лишнее, просто невозможно. Да и к тому же, каждая операция заверена подписью того, кто ее совершил. Но есть нюанс. Заключается он в том, что правдивость операции определяет большинство. То есть, если 51% пользователей будут согласны со злоумышленником, ты проиграл. Для укрепления факта надежности, давай представим, что Неркин хочет кинуть пятерку. Неркин отсылает пятерке фальшивый блок с транзакцией, где говорится, что тот должен ему 300 бакс. И в то же время, все остальные отсылают пятерке другой блок, говорится в котором, что это неправда. Формируется цепочка из блоков. По протоколу, правильной будет та цепочка, верит в которую большинство. Теория вероятности гарантирует, что успеть раньше остальных составить уложенную цепочку у Неркина никак не выйдет. Ведь для этого ему понадобится тот самый 51% от всех мощностей. Просто, чтобы сделать это быстрее всех. А что вообще вычисляют майнеры? Просчитывают число, которое определяет хэш. Если кратко, то это та самая частичка предыдущего блока. Она включена в заголовок каждого последующего. Таким образом, чтобы поделать... Та самая частичка предыдущего блока. ...операцию в одном из блоков, необходимо переделать все последующие. Следует понимать, что у каждой криптовалюты свое предназначение. Например, биткоин отлично подходит для хранения, но плохо для платежей. А вот лейткоин под платежи годен куда лучше. Ведь возможное число операций в секунду больше. У каждой валюты свой блокчейн. У кого-то больше кэш, не путать с хэшем. У кого-то другая структура, какая-то анонимна. Анонимность работает практически так же. Но транзакцию подписывает не один пользователь, а несколько. В Zcash ты так и вовсе можешь сам решать, какую информацию показывать, а что лучше скрыть. Однако есть у этого всего проблема в виде скорости проведения операций. Решает ее некая надстройка под названием Lighting Network. Это платежный протокол, создающий внутри блокчейна каналы, в каждом из которых ежесекундно может проходить по 500 операций. Теперь даже я немного потерялся, мне надо побольше почитать об этом, потому что некоторые штуки я не до конца понимаю, мне нужно их глубже изучить. Допустим, при добыче ты рассчитываешь предыдущий хэш. А откуда ты берешь этот предыдущий хэш? Что за предыдущий хэш ты рассчитываешь? Или ты рассчитываешь предыдущий хэш и его ты можешь привязать к себе таким образом? А, ну да, наверное. Типа ты рассчитываешь предыдущий хэш какой-то другой денежки и ты можешь ее себе привязать. Перевод при этом будет стоить примерно одну миллионную часть цента. Почему это так важно? Сейчас комиссия за любую транзакцию может составлять 3-4 доллара. При этом вообще не важно, сколько тех же биткоинов ты переводишь. Хоть один, хоть 100 тысяч. Очевидно, что это хорошо, но явно не в случае покупки хлеба или банки колы. Со временем систему прокачали, и разработчики научились вкидывать монеты из одного блокчейна в другой, минуя обменники. Если интересно, технология называется Ethmic Swap. Но не только лишь криптой блокчейн хорош. Есть ведь еще смарт-контракты. Здесь, как никто другой, хорош эфириум. При помощи умных договоров ты можешь миновать вообще все. Юристы, банки, нотариусы не нужны. Все это заменяет алгоритм. Скажем, покупаешь дом, пересылаешь через... Прямо это буквально звучит как валюта будущего, круто. ...систему деньги продавцу, и ничего он так-то не получит, пока не отправит тебе документы взамен. А если попытается кинуть, об этом будут знать все. Выходит так, что все участники системы друг друга дополняют. И существует она лишь благодаря им. Блокчейн революционен. Однако будущее его в виде становления новой финансовой системы туманно. Есть множество преград, в том числе и в виде государств. Ведь кто захочет искоренять возможность обогащения на воздухе? Если человек не догадывается, что им управляют, то это делают мастерски. В случае чего, блокчейн бы просто запретили. Никто не порабощен так, как тот, кто считает себя свободным, таковым не является. Вот так вот. Я надеюсь, тебе понравилось. Надеюсь, тебе было интересно. Я не знаю, конечно, но напиши в комментах. А так, прикольно. Интересно. То есть он рассказывает в Майнкрафте про все вот эти более важные вещи. Мое уважение. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, оставьте свои комментарии. Пока. До скорого. Удачи.